В этом году в Самарской области впервые реализуется комплекс мер грантовой поддержки для молодых предпринимателей. С 20 июня по 15 июля проходит прием заявок на обучение, поскольку это обязательный этап для участия в конкурсе грантов. Об этом говорили на заседании Совета по развитию предпринимательства в городской администрации. На финансовую поддержку до 500 тысяч рублей могут претендовать начинающие бизнесмены до 25 лет. Также на полумиллионные гранты могут претендовать социальные предприниматели, люди, которые занимаются общественно важной деятельностью и помогают решать социальные проблемы. В прошлом году социальными предпринимателями признали 134 субъекта. В этом году уже 154 предпринимателя направили заявки и 10 июля получат такой статус. Статус социального предприятия на сегодня дает несколько возможностей в получении государственной поддержки. Это снижение налоговой ставки для таких организаций в три раза по УСН. Это возможность получения микрозаймов региональной гарантийной организации под 1%. И это получение грантовой поддержки. Все условия получения грантов и другой помощи предпринимателям можно узнать в центрах «Мой бизнес». В регионе их 10 на территории Самары-2. Меры поддержки оказывают и на муниципальном уровне. С 1 марта по 30 апреля у нас проходил первый этап предоставления грантов на возмещение понесенных затрат, связанные с уплатой процентов по кредитам на приобретение как основных, так и оборотных средств. Всего было выдано у нас 37 грантов. Общая сумма составила 13 млн 226 тысяч рублей. У нас будет в этом году проходить второй этап с 1 августа 2022 года по 30 сентября. Городской департамент управления имуществом сейчас готовит нормативно-правовой акт, согласно которому на 10% снижается сумма арендных платежей на муниципальные имущества и на земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности. Также вступило в силу 403-е постановление о предоставлении в аренду земельных участков под размещение сезонных кафе при стационарных предприятиях, при ресторанах, так называемые веранды, где плата составляет 1 рубль за квадратный метр. Порядка 55 организаций уже обратились за такой мерой. Увеличивают в городе количество мест для торговли сельхозпроизводителей, что поможет снизить цены на овощи, ягоды и фрукты. Сейчас на территории Самары работают 28 ярмарок, где имеется 1240 торговых мест, а в конце июля-начале августа прибавится еще 642 места. Желающих получить место для торговли ждут в городском департаменте экономического развития инвестиций и торговли. Также в Самаре возобновят с июля торговлю с машин для производителей на улице Мира, на Победе и в районе музея имени Алабина. Место предоставят бесплатно, оператор берет средства лишь за вывоз мусора. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События.